Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Юбики анонсировали новый Assassin's Creed и поделились тонной подробностей об игре, пока версия Ghost of Tsushima оказалась на тарантах быстрее, чем многие ожидали. А поклонников Redfall всё же не оставят без финального обновления, несмотря на закрытие студии разработчика. Подробнее об этом и многом другом в свежем выпуске выходного дня. Ставьте палец вверх и погнали разбираться, что же нам приготовила индустрия за прошедшие дни. Вы на канале DLC, и мы начинаем! 15 мая Ubisoft показали первый трейлер Assassin's Creed Shadows – новой части франшизы, главными героями которой некогда выступали скрытные войны в стильных капюшонах, а все последние годы ими являются кто ни попадя – от пирата до викинга. Действия новой части, над которой работает аж 15 подразделений компании, развернутся в феодальной Японии конца 16 века. И это сеттинг, который поклонники серии ждут года, наверное, с 2010-го, если не раньше. По случаю анонса, журналисты IGN решили не оставаться в стороне и заглянули в квебекский офис Ubisoft, чтобы одними из первых посмотреть на Shadows и расспросить разработчиков об особенностях проекта. Максимально емко перескажем основные моменты. Как уже было в другой игре серии, Синдикате, в новой части будет два протагониста, переключаться между которыми можно будет в любое время. Первый герой – Наоэ, девушка Шиноби и вымышленный персонаж, как и все предыдущие протагонисты серии. Второй же главный герой – Ясуке, вполне реальная историческая личность родом из Африки. Согласно легенде, Ясуке прибыл в Японию с португальцами и вскоре стал самураем на службе у местного лорда. Касаемо последнего факта, в сети не утихают споры. Одни склонны считать, что бытность Ясука-самураев не подтверждена и является чистым мифом. Другие же уверены, что Ubisoft все воссоздали по секретным документам. Ни то, ни другое проверить нельзя, но что точно известно, так это, что геймплей за обоих персонажей в игре будет различаться. Играя за Наоэ, мы будем использовать скрытный подход, а за Ясуке – силовой. Например, девушка не сможет совершать контратаки, но вот отражать удары вражеских самураев и ловко уклоняться от их атак – вполне. Также в ее распоряжении будет крюк-кошка и возможность использовать нелетальные методы устранения врагов. А вот Ясуке, будучи облаченным в тяжелые доспехи, сможет без труда защищаться от вражеских атак и атаковать в лобовую. Также у обоих героев будет орлиное зрение и прокачка навыков. Что касается открытого мира, то он снова будет впечатляющих размеров, хоть и не настолько раздутым, как был, например, в Одиссее. По размеру карта будет сопоставима с той, что была в истоках, и спектр локаций будет широк. Тут вам и города, и торговые посты, и леса, а также и сельскохозяйственные угодья и, конечно, великолепные замки. Многие из которых были старательно воссозданы в масштабе один к одному. В каждой локации игроки найдут множество как важных для сюжета заданий, так и случайных событий, которые легко пропустить. При этом разработчики решили отказаться от точек синхронизации с фирменным пролетом камеры. Теперь, сидя на какой-нибудь горе или башне, игрок сам должен будет отмечать интересные места, которые затем будут отображаться на карте. Птица-дрон также уходит в прошлое, что наверняка обрадует фанатов старых частей. А вот из действительно интересных нововведений — смена времен года. Обновленный движок игры позволил разработчикам создать сезонную систему, позволяющую наблюдать за развитием мира весной, летом, осенью и зимой. Каждый сезон имеет особенности, влияющие на геймплей. Весной и летом можно будет спрятаться в высокой траве и кустах, что, очевидно, нельзя будет сделать осенью и зимой. В то же время сосульки на краях крыш могут упасть от неосторожного движения, выдав тем самым место нашей дислокации врагам. Сюжетная кампания Shadows будет строиться на устранении целей из списки Наои и Ясука. У большинства из них будет свой распорядок дня, и довольно часто нам сперва нужно будет выяснять их местоположение в конкретное время. При этом искать цели не обязательно самому. В игре можно будет создать собственную шпионскую сеть, участники которой сделают за нас часть рутинной работы. По сути, механика Братства Ассасинов из ранних частей возвращается. Однако, насколько качественно она будет реализована в Shadows, вопрос открытый. Вернется и система Black Box из Unity, где нам нужно устранять сюжетные цели, используя один из нескольких вариантов устранения и путей проникновения на территорию. Выход Shadows запланирован на 15 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре уже заявлен текстовый перевод на русский язык, а также возможность играть без постоянного подключения к интернету. Хотя для установки он, разумеется, понадобится. Базовая стоимость игры составляет 70 баксов. Но если вы поклонник серии, предзаказы, которые мы, конечно, не рекомендуем, открыты также на расширенные издания по цене в 110 и 130 долларов. А также коллекционное. Оно включает в себя статуэтки персонажей, цубу для настоящей катаны, стилбу, картбук, карту мира и настенный свиток, декорированный под игру. В то же время из нового финансового отчета Ubisoft выяснилось, что компания решила прикрыть разработку условно-бесплатного шутера Tom Clancy's The Division Heartland. Такое решение объясняется планами студии сосредоточить силы на более приоритетных задачах. В частности, речь о поддержке X-Defined и создании нового контента для Rainbow Six Siege. Компания сообщила, что проводит реструктуризацию команд, чтобы сократить расходы и сконцентрировать ресурсы на важнейших играх. Таким образом, релизов теперь станет меньше, но качество их должно стать на порядок лучше. В теории. The Division Heartland анонсировали еще в 2021 году, ей занималась компания Red Storm Entertainment. Впрочем, разработка продолжалась недолго. Игру отложили, а ее релиз перенесли на прошлый финансовый год. Но, как мы можем понять, ему так и не суждено было состояться, несмотря на то, что в прошлом месяце Том Хендерсон, который ошибается довольно редко, обнадежил геймеров, сообщив, что с игрой все хорошо и разработка ее продолжается. Это наводит на мысль, будто бы решение отменить новый The Division юбики приняли буквально недавно. Подобное решение для юбиков не в новинку. В прошлом году компания также закрыла три неанонсированных проекта, включая таинственные Project Q и Immortals Fenyx Rising 2, на которые у разработчиков из Квебека были большие планы. Не исключено, что многострадальную приключенческую игру Beyond Good and Devil 2 может постичь аналогичная судьба, учитывая неприлично затянувшийся процесс ее разработки. Несмотря на сообщения Тома Хендерсона, утверждающего, что проект все еще делается и получает финансирование, по его же словам, разработка игры продвигается крайне тяжело. Также, сведениями о производстве игры поделились авторы новостного шоу Gautos, что имеет собственные источники в Ubisoft. По их словам, Beyond Good and Devil 2 потеряла 70% от первоначальной команды разработчиков, а ее судьба еще окончательно не определена руководством Ubisoft. Как утверждает Gautos, игра все еще находится на стадии подготовки к производству и вообще не похожа на что-то цельное. Например, в марте 2022 года большая часть контента игры представляла собой всего одну планету, причем пустую, без реального города и мест для посещения. За исключением игровых элементов, показанных аж в 2018 году, и с тех пор мало что изменилось. С момента анонса игра ежегодно проходила проверку руководства, и всякий раз ее так и не удавалось запустить в производство, ввиду отсутствия финального видения. Также сообщается, что команда разработки игры на протяжении нескольких лет регулярно кого-то лишалась. Например, в 2021 году на большинстве ведущих должностей произошли две или более смены персонала. При этом директора компании просили людей, которые еще работают, заменить тех, кто уходил, не расставаясь с текущими обязанностями. То есть, по сути, людям предлагалась повышенная нагрузка. По данным Гаутас, разработку Beyond Good and Devil 2 не хотят отменять лишь по двум причинам. Из-за неких сторонних контрактных обязательств, а также личных амбиций руководства Ubisoft, желающего все же с горем пополам, но выпустить несчастную игру. 16 мая состоялся долгожданный релиз ПК-версии Ghost of Tsushima от Saka Punch и Sony. Ни для кого не секрет, что за несколько дней до этого японская компания решила подложить игрокам свинью. В виде обязательной регистрации в PSN, а также ограничения продажи игры в тех странах, где регистрация априори не была возможна. А таких в мире около 180. Многие скажут, да и черт бы вообще с ним, ведь торренты наше все. Но не все так просто. Несмотря на то, что игра от Sony на ПК выходит без антипиратской защиты, в данном случае привязка к оперативному режиму Legends к PSN теоретически могла помешать народным умельцам взломать игру. Многие игроки были уверены, что экшену не суждено появиться в зеленом стиме, по крайней мере в ближайшее время. И, соответственно, поиграть в игру на боярской платформе будет никак нельзя. Но, похоже, опасения оказались преждевременными. Игра появилась в сети в рекордные сроки. Ее взломали с помощью стим-эмулятора прямо в день выхода, и оперативно выложили на торрент-площадках. Как мы можем видеть, привязка к PSN вообще не стала помехой для целеустремленных умельцев. Благодаря чему игру теперь точно может оценить любой желающий. В частности, из тех многочисленных стран, в которых игра оказалась недоступна из-за идиотского решения Sony. Признаюсь честно, я вовсе не против того, чтобы благодарить разработчиков за труды чеканной монеты. Но вот в данном конкретном случае совесть совершенно не мучает. Пару недель назад Аркей Остин, причастный к разработке Prey Redfall, угораздила оказаться в числе невезучих студий, закрытых Microsoft в рамках очередной вынужденной реструктуризации. Как выяснилось, в этот самый момент студия вовсю работала над крупным обновлением своего кооперативного шутера Vampira. Что должно было включать обновленные системы Neighborhood и Nest, возможность поставить игру на паузу, а также играть в автономном режиме и многие другие приятные мелочи. Однако новости о закрытии оставили многих геймеров в неведении, касаемо того, выйдет ли обещанное обновление или нет. К радости фанатов, на днях наконец подоспели обнадеживающие новости. Разработчики по-прежнему планируют выпустить финальное обновление для Redfall, и скоро мы получим более подробную информацию о дате его выхода. Ну, лучше поздно, чем никогда. Однако, как ранее сообщалось, никакие новые DLC для игры выходить больше не будут. А тем игрокам, кто в свое время потратил деньги на сезонный пропуск и расширенные издания игры, обещают некую компенсацию. Свежее заявление от инсайдера The Ghost of Hope, у которого есть надежные источники в Activision, говорит о том, что следующая консоль Xbox якобы может быть выпущена уже в 2026 году. Кроме того, Call of Duty этого года, который по слухам будет вторая часть Ghosts, станет для новой консоли релизом первого дня. Ранее сами Microsoft неоднократно официально заявляли, что консоль Xbox следующего поколения активно готовится. В февральском выпуске официального подкаста Xbox президент компании Sarabon заявляла, что работа над консолью идет полным ходом, и компания в восторге от того, что будет с будущим оборудованием линейки Xbox. Акцент делается на обеспечении крупнейшего технологического скачка, который геймеры когда-либо видели в аппаратном обеспечении. Что касается сроков выпуска новой консоли, то ранее, в ходе расследования дела о покупке Microsoft компании Activision, выяснилось, что консоли следующего поколения как от Microsoft, так и от Sony, должны появиться не раньше 2028 года. Однако в своих последних отчетах Microsoft сообщает, что продажи Xbox в последнее время снизились на 31% по сравнению с прошлым годом. Многие эксперты считают, что этот факт может подтолкнуть корпорацию выпустить игровую приставку раньше, чем в 2028. Кроме того, ожидается, что до релиза консоли следующего поколения будет выпущен и новый Xbox Series X в белом варианте. Но какой-либо официальной информации на этот счет у нас нет до сих пор. Take-Two Interactive на днях опубликовала финансовый отчет за минувший год, развеяв сомнения некоторых скептиков, которые опасались, что релиз горячо ожидаемого экшена GTA 6 будет перенесен с 2025 на более поздний срок. Благодаря документу стала известна не только дата выхода новой GTA, но и ряд показателей других продуктов компании. Так, в отчете прописано, что релиз новой части GTA 6 запланирован на осень 2025 года. Да, пока без конкретной даты, но игра точно выйдет осенью. При этом в документе упомянуты только консольные версии для PS5 и Xbox Series. Выпуск GTA 6 пока запланирован только для них, но не стоит сомневаться, что чуть позднее игра появится и на ПК, пускай она и не подтверждена официально. Кроме того, в отчете есть информация о продажах предыдущих хитов Rockstar. Судя по цифрам, GTA 5 продалась тиражом более 200 миллионов копий, в то время как другой хит Rockstar, Red Dead Redemption 2, перешагнула за 64 миллиона. Да, до GTA всё ещё далековато, но, как ни крути, отягаться с таким мастодонтом под силу далеко не каждому, даже если речь об ещё одной великолепной игре от тех же самых авторов. Напомним, что GTA 6 вновь вернёт нас в солнечный Vice City, но уже современного образца. А сам город, по слухам, будет лишь одной из множества локаций обширного штата Леонида. Разработчики обещают самую масштабную и захватывающую игру серии, которая впечатлит невероятным сюжетом с участием двух протагонистов, уймой геймплейных механик и поражающей воображение графикой. Инсайдер под ником Rezival Center поделился некоторыми известными ему подробностями о ремейке первой Resident Evil, который, по слухам, Capcom готовит к 30-летнему юбилею игры в 26-м году. Доверять этой информации или нет, решайте сами, но некоторый скепсис, как нам кажется, всё же не помешает. По словам инсайдера, рабочее название игры – Biohazard R1. По темпу игра будет медленнее, чем ремейк Resident Evil 2, а ввиду небольшого количества врагов в этой части, у каждого зомби будет своя уникальная модель. Кроме того, зомби станут более живучими, и для их уничтожения на сей раз потребуется гораздо больше пуль, чем во второй части. Также в игре будут присутствовать алоголовые. Это такая модификация обычных зомбарей, отличающаяся повышенной агрессивностью и скоростью, ну и, собственно, алой кожей. Ранее они уже появлялись в ремейке первой части 2002 года и Operation Raccoon City. Само собой, история оригинальной игры будет всячески расширена и дополнена, а графическая часть будет полностью обновлённой. Компания Activision решила пойти против сегодняшних трендов и вместо привычных для индустрии на сегодня увольнений объявила о создании новой студии Elsewhere Entertainment, что будет расположена в Варшаве, и основной направленностью которой будет разработка сюжетно-ориентированных ААА-проектов с использованием смелых и разнообразных идей. Отметим, что для Activision это не первый опыт сотрудничества с польскими специалистами. Ранее они уже открывали подразделение Infinity Ward в той же Варшаве. Утверждается, что команда Elsewhere Entertainment собрана с нуля и включает в себя экспертов по сюжету, ранее работавших на The Last of Us, Uncharted, Cyberpunk и Far Cry. Кроме того, студия активно набирает новых разработчиков с целью создания современного игрового опыта нового поколения. Над каким именно проектом собирается работать студия, пока не уточняется. Wall Street Journal тем временем сообщила, что Call of Duty этого года, ею вроде как станет Black Ops 6, появится в Game Pass прямо в день релиза. Ранее в сети ходили слухи о том, что Microsoft обдумывает подобный шаг. Однако теперь издание утверждает, что компания приняла окончательное решение. Впрочем, вряд ли такую новость можно назвать неожиданной. Ведь всего пару недель назад директор Xbox Sarabon сообщала, что все игры от внутренних студий Microsoft будут выходить в Game Pass. Делается это для получения большей прибыли. А потому, с какой стати для Activision Blizzard делать здесь какое-то исключение? Кроме того, по словам некоторых источников, появление тайтла в каталоге Game Pass может стать причиной увеличения стоимости подписки в ближайшее время. И, возможно, появлению новых тарифов. В настоящий момент игрокам доступны три вида подписки. Xbox Game Pass, PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Первые две стоят по 10 долларов в месяц, а за Ultimate придется доплатить еще 7 долларов. Насколько сильно может подорожать подписка, пока что неизвестно. Ожидается, что компания сообщит о смене стратегии на летней презентации Xbox Game Showcase 2024. Тогда же анонсируют появление в каталоге Game Pass игр Activision Blizzard и изменение цены на подписку. Портал DualShockers со ссылкой на источники рассказал о том, что Creative Assembly, авторы популярной серии стратегии Total War, работают сразу над тремя играми во франшизе. И действие одной из них якобы будет происходить во вселенной Звездных войн. Журналисты отмечают, что студия приобрела необходимую лицензию еще в прошлом году и сейчас так называемая Total War Star Wars находится в стадии активной разработки. Однако подробностей об игре пока нет никаких. По предварительным данным, ее релиз может состояться в течение ближайших двух лет, поскольку у Creative Assembly довольно плотный график с проектами в данной серии. Новые части Total War, как правило, выходят каждый год. Кроме того, студия сейчас активно работает над новым масштабным обновлением для Total War Faro, что также может повлиять на процесс разработки игр по Звездным войнам. Разорваться вряд ли получится. А издательство 2K официально объявило о том, что планируют представить какую-то новую игру в одной из самых известных серий — 7 июня на мероприятии Summer Game Fest. Что это будет за проект, издатель не раскрыл. Но игроки считают, что покажут либо Borderlands 4, либо же Mafia 4. Разработка первой была подтверждена еще в марте, в пресс-релизе, сопровождающем объявление о приобретении Take-Two студии Gearbox. К тому же, существование игры было фактически подтверждено главой Gearbox Рэнди Пичфордом в феврале этого года. Также не стоит забывать, что в августе в кинотеатрах стартует показ экранизации Borderlands, а потому анонс новой части будет как нельзя кстати. Это пойдет на пользу как пиару бренда в целом, так и посещаемости ленты в частности. Что касается Mafia 4, то игра также была официально подтверждена в августе 2022 года. Мы пока практически ничего не знаем о ней, за исключением слухов о сюжете и месте действия, а также информации, полученной из объявления о вакансиях в студию Hangar 13, где содержатся намеки о возможных элементах стелса и многопользовательской игры. В прошлом месяце инсайдер Куракасис также сообщал, что Take-Two может представить новую Mafia через 3-4 недели, что как раз совпадало с датой проведения Summer Game Fest. Очевидно, что это два наиболее вероятных кандидата, хотя нельзя исключать, что анонс 2K может оказаться чем-то абсолютно иным, например, Bioshock 4. Хотя, если вспомнить, что говорил Джейсон Шрайер об этом проекте в прошлом году, анонс его этим летом кажется крайне маловероятным. Игра вроде как жива, но процесс ее разработки продвигается не так, чтобы гладко. А на сегодня это все новости, которые мы собирались вам рассказать. Пишите в комментариях, как вам трейлер Assassin's Creed Shadows и какую игру от 2K ждете больше, 4-ю Mafia или 4-й Borderlands. Как всегда, будем очень рады, если вы поддержите видео лайком, подпишитесь на канал, ну и стукните в колокол, чтобы не пропускать обновления. Новое видео уже на подходе, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За всем откланиваюсь, всем добра!